Вы сказали, что на 2 электрода на массу То есть, я так понимаю, что если сравнивать с другими литературными данными, то нам нужно увеличить вашу ёмкость в 2 раза Потому что все литературные данные всегда привозят на массу одного электрода Ну, я сделаю это теперь из ЧПО Тут все как ватых ватт и развертка, электролит Можно еще цифрически установить? Во-первых, я хотел сказать, что здесь не потенциалы, не напряжения у вас У вас же 2-х электродная схема Потому что потенциалы по 3-х электродной схеме Ну и еще хочу сказать, что Мне кажется, что эти материалы больше подходят для неводных сред Здесь очень низкий получается В принципе, в КПД вы нигде не указываете скорость развертки То есть непонятно, что быстро вы снимаете Ну, я это объясню Во всех экспериментах она стояла 10 мВ получается 10 мВ? Да На самом деле, очень интересный здесь вопрос получился Мезо- и микрополистый материал получается В одном случае один, другой И тоже вы говорите, что у вас получается два типа механизма проводимости Двухмерный и одномерный, или трехмерный и одномерный Вот какая-то корреляция здесь есть И как вы понимаете вот эту одномерность проводимости? Вопрос очень интересный В то же время очень такой простой Да, вот в плане корреляции здесь существует определенная сложность Это больше вопрос такой, так сказать, физического плана Это кто-то утверждает, что это просто, так сказать, формульные чудеса, да? Ну, вообще, в принципе, что получается А вот профессор Романенко это убежден, что именно у нас там каким-то эффектом у нас вот эта проводимость Так вот, есть какая-то корреляция микропоры и проводимость? Ну, микропоры и проводимость, возможно, она есть, но это у нас еще, вот мы как, это факт, вот мы это определили А вот именно, ну, уже это спрашивали И я, как говорится У нас, собственно, это проводность порошка, мы померили, в принципе, по четырех метров, так, схемкой, чтобы хотя бы представлять, чем отличается Это транспортные свойства, это механизмы проводимости А вот удельная проводимость там, вот это же другое Я не знаю, о чем вы говорите Я выясню, как всякий активированный углерод, да, активированный материал, он обладает проводимостью достаточно низкой И поэтому, когда мы электроды это приготовляем, туда надо что добавлять? Электрод, проводящий добавку Это что у нас может быть? Электрод, проводящий сажа Это может быть у нас этот полимер, и еще там это Но вы что-то добавляли, когда изготавливаете имя? Сажа, получается Сажа добавлялась Да, да А сколько сажа добавляли? Так, как бы сейчас не собрать, там, в общем, 25% где-то так Сколько кислорода? Что процентов ваших? Вот кем один? Так, в общем, получается, что? Вот я за это отвечаю В этом, получается, и 4% кислорода 4% То есть они это работают, получается, эти 4% То есть вроде как электрохимические активные Я так и не понял, какие есть, ну, если не доказать, то свидетельство того, что в этих материалах стенки пор Это графеновые структуры, состоящие из СП2 атомов углерода, а не традиционные, как в пористых углях, СП3 атомы углерода Нет, ну там, рисун на рисунках, драфеновые стенки, правда? Вот я вот это проводил, у нас же получается же вот эти, как это Нет, в лучшем разрешении у вас снимки есть По числу свидетельства или доказательства это так Электронные и простатические снимки, передайте Вот эти, да? Нет, нет, нет А что здесь видно? Отдельные слои обычно Да, да Ну, естественно СП3, Павлович, одно, что мы это смотрим обычно, это классические там, это графены, это, ну, это разные материалы, это в принципе Нет, я не возражаю, я просто спрашиваю ваши доказательства того, что это СП2 углерод графенового типа Можно? С СП3 проводили аналогичные исследования, только источником углерода являлась, так сказать, углеродный углерод, луковый, ой, в смысле, это шелухи Да, нет, 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 углерод это, значит, рисовые шелухи, которые выделяли Вот тоже с калием обрабатывали высокой температурой, получали тоже около 3000 метров по бет, измеряли там эску, естественно, то есть это СП2 углерод честный совершенно Электронно-микроскопические снимки, как из той статьи взяты Все понял, кроме вот СП2 СП2, СТ, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия Я понимаю, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, водорода нет, и что их будет? Конечно, там может быть есть Доля может быть примеси СП3 есть, но она невелика Кристаллитов, которые графитовые поверхности То есть при такой поверхности, даже если мы возьмем полторы тысячи метров Да тут кристаллитов-то нет Писаллитов, это вся поверхность Да, 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 да Это абсолютно рентгеноморственная структура Практически да Нет, но рентген-то присутствует Это у вас широкие, это структура Нет, если его посмотреть Крупные кристаллы должны давать рентгеновский спектр То есть по графиту Ну и там полпочинута Это примеси есть, да То есть вы его видите, да Но с другой стороны показываете поверхность, которая не может давать в принципе такого Она должна быть рентгеноморсной такой поверхности Да То есть получается, что здесь есть такая невязка При таких размерах кристаллитов, которые у вас У вас должно быть там 200-300 метров квадрата Но это не выше Здесь невязка такая Я думаю, что где-то у вас просто погрешности влетели Какие-то кусочки графита, которые у вас на рентгене что-то дали Да